Но пока недалеко отошел. Донг просто в закрытую на пятерке встает. Донг. Но сейчас полетят гранаты и сразу все поймут. Спириты, да, полетели гранаты. Донг. Нужен хотя бы один минус, пока не получается. Есть фраг Баксерджона, забирает еще и Броуна. Донг живет дальше в сайте, но заканчивается в пули. Есть размен, Широ подошел. Есть подмога 4 в 3. Большинство для Спирит прямо сейчас. Так, у нас падает девятка. Широ попытается у нас сыграть хедшот. Вот, устанавливается уже бомба, но ситуация 3 в 2. Там промутился. Там промутился, Чоппер не заметил. Шуе. Шуе уже в спине. По нему нет информации. Кажется, Моуза должны этот раунд забирать. Да, в голову Широ получает. И Чоппер. Один против троих. Чоппер. Нет, не справляется с капитаном Мауса. Это 1-0, хотя 2 антрефрага было от Донга. 5 в 3 был раунд для Спирит. Но Моуза сумели все-таки его потащить. Там Джимхат, по-моему, сделал 2 минуса сразу. 228 урона Донг нанес. Забрал. Все было идеально. Все-таки ситуация 5 в 3 была для команды Спирит в моменте. Вот здесь залетел в Смок еще от Джимхат. И Шуе классно промутился в Смоки. Не торопится. Широ расчетивает. Сейчас будет контакт первым. Могут его на стрейфе. Повезло Широ. Все равно выходит на широком один. И там его убивают. Не ожидал двоих, видимо, увидеть. Ну и Зонтикс не успел подойти. Как-то Широ поторопился. Как будто бы Чоппер. Есть килл от Чоппер. Уйти бы отсюда. И получается. У Капитана Спирит отойти. Еще и Донг попадает. Классно по Торзи. И 4. Выйти. И нужна будет подмога Мэджиксу. Там уже подходит, по-моему, Зонтикс, да? Где-то около Гвардии. Ну там миду-миду фейкует. Вот Боря. Борис. Неудачную позицию занял. Но Зонтикс сразу же на размене сыграл. Два красных игрока у Маус. Падает Джим Харт, падает Бролан. Торзи и Шуи 20 хп на двоих имеют. И такое Спирит, конечно, отдавать не должны. Но там есть АК. Это неважно абсолютно. Потому что Шуи уже падает 20 секунд. И Торзи такое не потащить. Первый оружейный за Спирит. 17 секунд. Торзи боится, что уже в спину могут прийти. Но вот свои девайсы Спирит тоже терять не хотят. И у Маузов, на самом деле, защита слабенькая. Бэдбу мы брали 9. Так, Дон. Получает Каешку. Он справляется с Ксершиным. Сразу же отходит. Не стал оставаться, рисковать. Играют на верочку. Понимают Спириты, что это гранд финансов. Хотя, смотри, будет сделать. Очень гибко играют. Спирит играет одного. Что же он творит? Это минус 3 от Донка. Но дальше погибает. Не так важно. Бролан один против троих. Надо, надо справиться. Но Бролан. Есть фраг Пашира. И, может быть, все еще опасно. Все-таки 1 в 2. Клач, который реально потащить. Но как же Донг раздал опять-таки в этом раунде. Да, бомба на руках. Бролан уже бежит. Ну и Зонтикс. Он должен устанавливать бомбу. Кстати, не стал тратить смок. Сразу устанавливает бомбу. Это может быть ошибка. Бролан. Убивает Зонтикса. А время? Успел. По-моему, успевает. Бролан на последней секундочке. Да, ставит бомбу. Это 1 в 1. Бролан против Мэджикса. Мэджикс или Бролан тоже. И Мэджикс все-таки справляется. Найстрай от Бролана. Поставил бомбу. Вырубил Зонтикса. Заработал финансы для своей команды. И как раз-таки, возможно, 2 кабай сейчас от Маус мы увидим. Повтор от Донка. Классный второй фраг он сделал с буста. Заметил голову. Да, вот так на отходе. Еще вот тут вообще как он перевелся. Что ж, тут даже не 2 кабай. Тут на все закупились Маус. Они много девайсов выбивали. Они понимают, что у Спирит тоже грустная экономика. И сейчас 2 клаша Галил, 2 пистолета. Попытаются выиграть и выбить экономику. И Спирит и Бролан уже находят энтери. Да, Бролан очень уверенно играет у нас в Миду. Второй раз уже вырубают Широ. Ну что ж, поджим рампы был от Team Spirit. Заметили там одного игрока. Но пока что нету какой-то точной информации, куда будут идти Маус. Они по всей карте, можно сказать, работают. И в Миду, и под Б. Сейчас проблемки на Б. Уже 4 игрока вышло. И Чоппер, кстати, погиб у нас на другой позиции. Под точкой А. Да, погибает Чоппер. Мэнжес очень красный. Здесь не выжить. Ему Донг и Зонтикс вдвоем. Молодая кровь. Team Spirit. В ситуации 2 в 4. Крайне сложно такое растащить. Замечает Зонтикс одного. Хорошо попадает. Есть фраг по Бролану. А где Донг? Донг идет в спину. Да, подходит у нас. Но Зонтикс погибает. И Донгу надо сейвить. Все-таки А.К. Ну и денег нету. Сработала задумка Маус. Получилось у них закупиться, выиграть и выбить экономику из Spirit. И из Spirit вот надо будет понять сейчас, что у них по лузбонусу. По идее будут закупаться в ноль. Так, Донг знает про второго. Донг пытается разбегивать, но не справляется с ксершином. Это 3-2. Ни одного гана. Они не сохраняют Spirit. Пытается уже Team Spirit забрать этот раунд. Может в следующем раунде сделать экономический, если совсем не пойдет. Ну и смотрим. Чоппер у нас уже мутится с маки. Забираем у нас первого игрока. Все хорошо. Чоппер уже отходит. Сразу понимает, что есть преимущество. А тем временем Маус у нас подходит под точку Б. Какие гранаты. Отличные залетели. 26 хп у Шуи. Джимхат уже влетает в сайт. Там пытается в смок мутиться. Зонтикс и Мэджикс погибают вдвоем. Опора базы Б не справилась. Но там были только 5-7. Вся надежда на Тонко с его МПшкой. Есть первый минус. 40 хп остается. И ситуация 3 в 3. Оу, еще и Шуи красного подловили. Чоппер в спине. Неплохо. Есть информация. Бой к раку за белым. Но Джимхат на развороте. Забирает двоих. Как молодой талант Маус только что это сделал. Абсолютно непонятно. Упрыгивает широ. Понимает, что нужно как-то по очереди разобраться с противниками. Не может так застать скаут только у Широ. И как это разыграть? Попадание. Первый раз в 27 секунд. 27 хп было. И Широ берет 1 в 2. Ты видел, он первый раз не выстрелил. Донко отдать МПшку вместо Дегла. Чоппер сыграет с 5-7. Но в атаке по-прежнему Мактен имеется у Сершина. И уже сбривают. Боря, куда? Даже я не обратил внимания. Где под Б базой? Наверное, через досечку его прошили. Там еще один игрок близко играет. Жиме у нас попытался сразу тоже убить. Опять же непонятно, зачем так было действовать. Донк попался. И опять преимущество у Маузов. Не ожидал, что там тоже будет формилка. Широ просто плюс В побежал. Но что это такое было от Широ, не совсем ясно. И кажется, что Мауза сейчас будут укреплять свое преимущество. Потому что это пятый и шестой раунд для мышек. Чоппер и Зонтикс. Тут уже никак не растащить. Чоппер 30 хп на 1 хп у Зонтикса. И нужно капитану Спирит сэвить уже свою МПшку. Но ему не позволят этого сделать. Да, не позволят. Остается у нас Зонтикс 1. 1 хп, 1. Еще надо куда-то спрятаться. Тут, по-моему, ты взорвешься. Ну и Донк плюс Чоппер. Там и Широ подошел, смотри. Ков же уверен, Донк у нас забирает. Его сразу разменивают. И ситуация 4 в 4, Широ. Видит, видит и не попадает. Широ спалил свою позицию. Пойдут ли дальше Мауза? Широ остается пока в гапе. Не будет Широ куда-то на небо открываться. Ну смотри, не боятся. Думаю, что он уже опять промах от Широ. Вот что бывает, когда поздно взял МП. Да, неприятно. Еще и Хаешку прокинут. Хаешка, кстати, неплохо по шуе залетела. Остается в гапе. Тяжелая позиция для снайпера. Ну и 25 секунд. Что будут делать Мауз до конца пуда? Да нет, я не понимаю, что они делают. Вот вроде бегают. На П побежали. 16 секунд до конца раунда. Шуи в спине. Шуи. Чоппер опять пропустил. Чоппер. Но есть информация по Шуи. 8 секунд. Травец Лизотис подпрыгнул. Лизотис подпрыгнул. Ну и опять медленно-медленно идут на рампу. Но это работает. Это работает. Донг. Донг. Второго успевает забрать. 3 в 3. Ситуация. Хаешка пошла от Шира. Сразу же отходит. Не продолжать будут. 3 в 3. Как же Донг там двоих сумел выключить? Хотя сначала казалось, что не пошла стрельба. Долга первого забирал. Но еще и на второго перевелся. Ну да. Донг у нас талант. Не у каждого получится в такой ситуации сделать мультикилы. Так, зоник же у нас. Откидывает смачок. Релизает неприятный Молотов. И Шире флешечка залетает. Ничего сделать не сможет. Зоник пытается раскрутиться. Широ сделан на страк. Остался один игрок. И все-таки забирает у нас Team Spirit четвертый раунд. Причем довольно уверенно. То есть 3 в 3. 3 в 3 была ситуация. 8 в 4. Двукратное преимущество после первой половины за Маус. Ну а вторую половину после небольшого ролика. Продолжим смотреть. Игрок, кстати, слышал, мне кажется, игрок в гэпе. Зонтикс находит первый минус. Донг выходит уже на сайт. Но по гэпу. Была же давно информация по гэпу. Донг идет загонять. Торзи находит уже один килл. Нужно справиться с тормой. Ну, Донг хорошо сделал килл. Еще одного убил. И это 4 в 2. Но мы помним, на первой пистолетке преимущество также было за Маус. Но за Spirit, прошу прощения. Но реализовать не удалось. Много гранат. Много гранат еще есть. Один смок. Флешка. У Чопера может попытаться там ее в девятую запольнуть. Но Донг вообще не промахивается. Третий хэдшот ставит. Ну, круто, круто. Донг, можно сказать, соло выиграл этот раунд. Ну, Зонтикс еще сделал килл под Б. Ну, там изначально три игрока было. Ну, из-за этого Муза остались под Б, не стали быстро перетягиваться. Боялись, что могут и Б рампу как-то открывать. Не верят, не верят в Дим Спирит. Но вроде бы еще два раунда. Разница атака не звучит. Интересно. А пока что у нас тут агрессия. Это Black Command. Под точкой B есть много разменов. Вот Донг у нас сделал килл, но его сразу Джимхат разменял. И ситуация 4 в 3. Под Б базу, смоки. Ой, смок не самый удачный. Джимхат из-под смока. Я думаю, знает, знает, как пример. Соблев смок. Пытается у нас Джимхата забрать, забирают. Ну и ситуация 3 в 3. Один игрок только в девятке. На меду есть игрок. Чопер надо подловить, но ждал. Шуи. Прочитан Люркер. И Широ вдвоем с Мэджиксом. Мэджикс падает. Широ один против троих. Но здесь уже никак не взять. Еще и смоки развеялись под конец. Игрок с девятки мог спокойно пикать. Если Мауза уже забирает этот драунд, будет очень больно команде Team Spirit. Потому что денег нету. Донг пытается. Заметил. Ой, какой хороший хэдшот. У нас падает Бролан и проходит рампу. Потихонечку команда Team Spirit. Жесткий, жесткий хэдшот от Донга. Еще и Девайс сейчас получится подобрать. С Бролуна. Двигаются, откидывают дефолтные смоки. Летает там флешка на хэдшот. Там левый смок вроде бы не попалил. А, там это... Не попали в габ смок. Защита. Ну что ж. Пачку потихонечку можно ставить. Там есть буст. Торзи. Торзи. Донг. Проверил. Второй минус и третий для Донга. Можно теперь и на релоудусь. И Джимхат с Эршеном вынуждены уходить на сейв. А как играть против такого Донга? Выходит, один игрок вешает три хэдшота и вся твоя оборона просто уничтожена. Да, Донг просто... Седьмой раунд для Спирит. Экономика не лучшая у Маус. Сейчас будут, конечно же, закупаться. Сумеют Джимхат и Эршен дать дропы. Прилетает неприятный Смог. Но всего лишь на минуты 10. Можно посидеть, подождать. Там Бролон. Смог у нас убил Чопера. И вот преимущество уже у Маузов. Так. Минута остается. Спирит разворачивается в сторону базы Б. Прямо сейчас там только Ксэршен. Отдает Смог. Хороший, кстати, Смог по таймингу, только... Там еще Донг у нас убили. Вроде бы тоже на рампе. А вот это серьезная проблема. И остается вообще мало игроков у команды Тим Спирит. Можно хоть подумать о своей ситуации. Но нет, Зонтикс! Минус два. Идет с релоудом. Не ждет вообще здесь Шуи. Успевает еще и Торзи забрать перед смертью Зонтикс. Браво! Широ успеет. Широ успел забрать Бролана. 20 секунд. Нужно скорее ставить пачку, подбирает Эмку. Но не ждет. Опять Шуи, который любит как-то мутиться. Очень близко находится. Прилетает Смог ему в лицо. Но есть теперь информация. Бомба ставится на дефолте. Шуи один в два с Фамасом. Но здесь без шансов. Браво, Зонтикс! Если в предыдущем раунде Донг соло разорвал, то теперь Зонтикс уничтожает Б-базу. Опять не через мидл. Флэшка, Донг. Будет встреча на рампе. И Бролан выигрывает дуэль. Падает Донг. Продолжать. И 55 секунд до конца раунда. На самом деле можно попытаться поймать Бролана на рампе. Слышит, что он там прыгает. Хорошо. Молодец, Зонтикс. 4 в 4. 45 секунд. Мэджикс работает через мидл. Там Шуи справляется с чоппером. Шира под смоком пытается мутиться. Шира должен находить минус. Шира есть килл. Но не отпускает Торзи. А Шуи и Ксэршер выполняют свою работу. Десятый раунд для Маус. Ну, играет агрессивно. Контролит поджим. Пока что никто не идет из игроков. Защита. Там разве какой неудачный таймер. Донг успевает. Опять вот эта дуэль Донг-Бролан. Да, Донг-Бролан. Ну, там и Зонтиксуна, кстати, упал. И попытка выйти на Б. Шира у нас пытается найти, вернуть преимущество. Говорить в этом время. С девятушки залетел. Дабл килл. И все. Забирает. Мэджикс чуть было сам себя не сжег. Кинул правый клавиш. Испугался. Один хп. Остался один хп у него, да. И Торзи, и Шуи будут сэвить. Денег-то посмотри у Маус нет. Если получится вдруг выбить сейчас оба девайса, у Маузов просто не будет финансов. Та самая экономика, про которую мы с тобой уже говорили. Ну и молодцы, да. Драконы сейчас решили сыграть быстро. Донг нашел энтри под А. Дальше под Б отработали. Отлично. Донг. Ну, вроде бы... Так, забирает у нас Донг. Остается всего лишь снайпер, к которому залетает неприятная флешка. Спалился, спалился Торзи. Ну и теперь уже точно должны его вскрывать. Мэжекс минус Торзи. И денег у Маус нет, а счет 10-10. Друзья буквально три раунда отделяют команду от победы. На первой карте впервые выходит вперед на этой карте. И вот оно сравнение. Бролан Донг 23 до 13 по киллам. Но там по всем параметрам. Да, Донг впереди. Да, Донг у нас уверенно играет. Пока что врывается на рампу. Все-таки Бролан его... Опять. Врывает. И Широ попадает. Но Бролан тоже забирает. Тут еще и Широ. И ситуация у нас 5 в 3. Неужели? Вставляется. И попытка выйти на... Видели, кстати, буст. Уж Мэджикс попал слепым в голову Бролана на бусте. Савика. Ничего себе, Зонтикс. Есть еще один килл. И вот уже ситуация 3 в 3. По хп плюс-минус одинаково. Зонтик слышит. Как там врываются в смок. Чоппер. Минус по шуи. Большинство спирит зарабатывают. Есть хае. Мало хп. Остается он в спирит. Не справляется Зонтикс. 2 в 2. Джимпхат эксержант против Мэджикса и Чоппера. Смоки заканчиваются. И есть инфа по двум противникам. Есть. Очень тяжело спиритом будет тут как-то раскрутиться. Джимпхат не позволит, скорее всего, ничего сделать. 7 секунд уже остается. Надо либо драться, либо ставить пачку. И Чоппер падает. Мэджикс должен сейвить. Это 11-11. Какой же ралл. Так, этот смок у нас полетел вот такой. One way. Есть информация по гапу Бролана на 5. Как же сложно его пройти. Но все-таки удается разменять. 4 в 4 ситуация. 15 секунд. Надо ставить бомбу. Я думаю, Маус будут врываться под какие-то флешки. Нужно будет контролить. Да, Мэджикс просто стоит антифлеш. Мэджикс удается поставить пачку. Широ, правда, падает. Красный Джимпхат остается. 3 в 4. Большинство для Маус видит одного. Чоппер справляется. Видит второго. Но Ксершин точнее. Мэджикс и Зонтик. Зонтик есть один. Килл второй. Один в один. Ситуация Ксершин против Мэджикса. И Мэджикс просто уходит. Будет играть на время. Есть смок на пачку. Дергает Ксершин. Один раздернул второй. Просто дефает. Просто дефает до конца, Борис. Прони фейкуют. Ксершин берет этот тяжелейший раунд. 12-11. Друзья, что за развязка на первой карте. Только на первой карте. И уже такая безумная борьба. И уже Чоппер упал. Хотели сделать ранбуст, видимо. И Чоппер падает. Да нет, не было ранбуста. Вроде бы все тут подбел нас. Не, ну какой ранбуст в последнем раунде? А как еще мог упать Чоппер? Я думаю, повтор. Мне кажется, он где-то в середине карты. Видишь, крестик. Может быть, он... Нет, нет. Под Берамфой, скорее всего. Не знаю. А как по-другому? Тут с мостиком, может, упал. Ладно. Но это 3-5 в 24-м раунде. И опять серьезные проблемы у Спирит. Надо как-то разобраться. Донг падает. И что, неужели это конец, Спирит? Да, друзья, первая карта. Кажется, уходит мышкам. Непонятно, что здесь произошло с Чоппером. Но, надеюсь, будет повтор посмотреть, что было с Чоппером. Но это жесть. Широ 1 в 5. Справился с Джимхатом. Есть, конечно же, по нему информация. Попробует, разумеется, что-то сделать. Но шансов, как мы с вами понимаем, нет. Нет, 8 хп и молодцы Маус. Это их пик. Первая карта. Тяжелейшая борьба. И они забирают. Ну, если честно, что произошло в последнем раунде, никто ничего не понял. Как будто небольшой тилс ловили после того, что случилось с Чоппером. И как-то решили распикать по Пэй, по Дай. И, естественно, забирают у нас Широ. И 12-й раунд команда Маус тоже забирает. 13-11, друзья. Первая карта этого гранд-финала уходит в команде Маус. Но в тяжелейшей, в безумной борьбе. Ну что ж, поехали, друзья. Вторая карта Маус, Team Spirit. Коэффициенты от Бэтбум на ваших экранах. Полтора на Спирит, 2.5 на Маус. Быстрый выход на Бэд. Донг не проверяет. И Донг падает первым. Вслед за ним Зонтикс. Туда же Мэджикс. И пистолетка за Маус уже без шансов. Чоппер 1 в 4. Очень быстро решили сыграть. И также быстро были наказаны. Я думаю, что они пытаются сейчас, будут пытаться агрессивно действовать. Какие-то минусы быстро находить. Ну и вот Спирит, да, по сути пока дефолт отыгрывают. Нет, выход Мида у нас происходит. Донг все-таки выживает. Его есть размен. Ну тут и Чоппер забрал у нас. Шуи. О, Бролан. Не ожидал Чоппер, что просто шифтом будет выходить из мяса игрок. Торзи. Красный. Пачка уже ставится. Торзи проходит. Видит голову. Не дают поставить пачку. И Мэджикс. Один против троих. Еще куча времени. Минута 15 на таймере. Никого в КТ. Один игрок в Киеве. Второй в Рампе. И можно спокойно уходить на Мэджиксу. Но он не знает. Он знает только про одного игрока. Но как будто сейчас что-то начинает понимать. Пойдет просто под Апленд. И реально еще такое растащить. Он двигается, двигается. Но там тем временем Мауза уже проверяет точку Б. Понимает, что скорее всего он ушел на точку А. И услышали его. Да, да. Убегает ставить бомбу. Понимает, что вряд ли кто-то есть на А. И пачка еще и под КТ. Какой таймер. Боря, успеет ли уйти из-под КТ? Борис. Ай-яй-яй. Все-таки Бролан переиграл. Я хочу сказать, что Бролан невероятно хорош. В какой-то отличной форме он находится сейчас. Сегодня, да. В гранд-финале он прям в первых раундах. Ну и Донг. Опять у нас уходит Миду. Откидывается ему тут граната. Знает, что уже игрок прошел. Какая неприятная флешка. Надо по стасу уйти. Да. И вернулся просто. Ну и тут еще и Шуи забирает смок. Мэджикс. Мог Шуи сейчас находить какие-то фраги на центре. Джим Хат. Отпустят Ли. Отпускают. И уже два игрока на точке А. Обороны имеются. Торзи с авиком. На Б-базе лишь один сейчас. Ну очень активно у нас играют. Все. Б-база пустая абсолютно. И спокойно могут спири туда заходить. Ставить пачку. Но Донг жестко вышел на миду. Вторым темпом отпрыгнул. И вернулся на ультра широком. Как будто знал, что там будет мало гранат. Там только всего лишь был молотов. Флешку. У игроков есть 2 хаеки. Но было бы грустно. Прочитал экономику Донг. Понимал, что можно так сделать. И остается у нас уже один игрок с ВП. Но тут уже выжить будет крайне тяжело. И Борис его забирает. Что ж, вчетвером спирит выживают. Отлично. Так, ну что. 2 М-ки. МПшка. ЦЗ. ЦЗ коварный девайс. Редко, редко. Мета была раньше ЦЗ в этот момент. Ну вот, например. Прямо чопер решил проторонить. Еще и второго Шуи. Как же он с ЦЗшки играет. Это даблкилл с ЦЗшки. В финале. Может еще минус 3 сделает. Но это вообще чудеса будут. Но все-таки изменяли. С 5-7. Есть инфа по Бролону. Что ж, 3-4. Погибает Мэджикс. Да как же так, спириты. Просто пойдут по точку А. Там уже эксершен. С Эмкой. Если получится его быстро пройти. Есть по нему информация. Ой-ой-ой. Да, увидели его. Но есть МОК. Попытаются уйти в Дону. Там два игрока уже поджимают. Зонтикс не справляется с первым игроком. Широ остался 1-4. Хороший хэдшот. Но нет. Джемпхат уже с темпла открылся. Джемпхат с подмогой. Ой-ой-ой. Но тут не должны выпускать, конечно же, Джемпхат. Но идеальная стрельба. Даже Донг успел кого-то забрать. Да, да. Мне казалось, он просто выбегал, но ничего не выстрелил. Чоппер у нас все-таки разменялся. 3 в 3 ситуация. На самом деле осталось всего лишь 27 секунд до конца раунда. И два игрока на Белл, Маус. Пока что они переигрывают. Идут по да. Идут по да. Спирит через пончик будут отрабатывать. И нужно как-то одновременно выходить. Торзи. Торзи сейчас будет забирать. Чоппер распалил позицию. И ушел в Темпл. Отдает сайт. Пачка будет установлена. И ретейк от Маус 3 в 3. Но есть красный Чоппер. У Спирит. Хаешка неплохая по шуе. Мэджикс. Пытается перестреливаться. Пока безуспешно. Темпл выключают. И Мэджикс отрабатывает. Два красных игрока у Спирит. Ой-ой-ой. Чоппер уже в пончике. Сейчас его фейканут. Выходит и все-таки его забирают. Браво. Браво, Маус. Повезло. Но здесь... Тоже где-то повезло в моменте. Но жестко, жестко перевелся. Может становиться так, знаешь, чуть грустно. Хотя мы видели половину, когда Спирит 6-1 летели. И потом на 6-6 выводили, например. Да, много-много таких матчей бывает. Так уж посмотрим, если все-таки забирают у нас Му за 6-1. Поэтому это еще ничего не значит. Пока что 2D у нас тут в Киеве. Хорошая размена. Красный у нас еще есть игрок. Бролан. Ну просто в нереальной какой-то форме этот игрок. Все попадает. Бролан. И сейчас... Неужели тайминг еще поймает еще и шопера забралку? Зачем туда молотов было давать? Как же Бролан силен. Минус 3. Широ. Да, есть хедшот. Знает про Бролана. Есть пачка в руках. Ну что, Широ. 1 в 4. Получится или нет? Ну, такой обычно не выигрывается. И сейчас еще и пикать будут под флешку. Да, Широ. Приятно. Все-таки Бролан успокоил в этом раунде. И остается 2 хп. Попытается уйти с бомбой на сейв. 6-1. Жестко. Маус. Очень жестко. Но Бролан невероятен был сейчас. Идеально сыграно. Ну и в пистолетном раунде, как он затащил 2 хедшота дал. И в этом раунде он... ...смог еще поменять девайс, подобрать. Там просто 2 хедшота. Но стоит отметить, что у Маус-то денег до сих пор нет. То есть один раунд они отдают, закупаться уже не смогут. Ну, плотные-плотные раунды, да, все равно не могут себе как-то сделать хорошую экономику. Там 3 хп подпушил. Бролан в это время просто рампу пропушил. Забирает дон, подбирает его еще калаш. И ситуация 3 в 5. Team Spirit, конечно, тут не позавидуешь. Да уж. Даже не знаю. Я уже думаю, Бролан еще одного заберет, но... Было такое ощущение. 4 в 3. Зонтикс красный. Вот я уже все знаю. Так, у нас тут снайпер на точке А. Тяжело будет выйти. Но на самом деле позиция такая. При фаером выйти, дать одну. Ну, посмотрим, справится ли у нас атака. Тень видел, тень видел. Да, там такая... Ой-ой-ой, еще чуть застрял, но все-таки смог выжить. Тут еще у нас... Уже в пончике. В пончике, да, пару игроков. Но он так не зайти, как будто бы 25 секунд. Только чудо спасет Spirit. И Широ пытается это чудо нам показать. Не ставит пока пачку. Шуи и Торзи вдвоем. Один в один. Широ, ну не ожидал такого наглого пика. Торзи не стал терпеть, не стал ждать. И это 7-1. Что творят Маус в этом гранд-финале? И доиграть уже раунд. Я думаю, Широ рассчитывал, что он пойдет куда-то в КТ, потому что была по нему инфа в темпе. Но там все равно бомбы пришлось бы ставить. Куда-то выходить. Либо в КТ, либо на пончик. Да, да, да. И опять закупаются Spirit. Раунд за раундом. Ксершан. Хороший угол. Но Чоппер даже не дошел. Ну, это повезло. Опять смог, Джимхан. Это повезло. И тем временем выход на Б. Тут у нас Бролл. Он опять играет с фармилкой. Неужели он забрал одного игрока? Донг, Зонтикс. Вау. Классно вышли. Но есть еще Шуи. Минус. От капитана Донг сразу успокаивает. 2 в 2. Донг не стал стрелять. Там Авик. И хочется выходить, но Донгу плевать. Жестко на широком. Минус 3 уже от Донга в этом раунде. И Ксершан в Киеве может такое потащить вполне. Еще целая минута. Есть Ксершан. Ксершан. Какая позиция от Ксершана. И вперед этот раунд. Боже мой. 8-1. Практически в каждом раунде этой карты мы видим индивидуальное исполнение от игроков Маус. И включайте его. Включайте этот утюг. Получайте тысячу фрибетов за ставку от 2000 рублей на Бэтбум дачу. Так что все в ваших руках. А у нас уже Мэджикс. Все в руках команды Team Spirit. Если попытаются сейчас хотя бы взять этот раунд, можно еще подумать о каком-то камбэке. Там в это время выход на Бролана. Наконец-то его сбрили. Наконец-то Бролан без киллап упал. И такое случается. Шуи. Мы сейчас Шуи должны загонять удобный угол. Донг его закрывает. Просто уже несется. Хочет забрать этот раунд у нас. И дальше, дальше идет Донг. Донг. Еще и Red Room выключает. Ну, разозлили Донга. Думают, что происходит? Почему я на Эншенте уже сыграл 10 раундов, а у меня еще не 25 киллов? Ну, всего лишь 12. Когда 1-9 проигрываешь? Да, 1-9, 12 киллов. Часто с такой статистикой играешь? Не, я когда проигрываю 1-9, у меня обычно 35. Уже к этому счету. Я думаю, как так? 1-9. Ну что ж, второй раунд забирают, Спирит. Если получится на 3-9 выйти, наверное, шансы какие-то будут оставаться. Хотя, если помнишь, Virtus.pro недавно камбэкнули со счета 2-11 на Эншенте. За защиту против команды Монголс. Да, да, все верно. Что ж, ласт раунд первой половины. Вторая карта гранд-финала Спирит Маус. 1-0 пока за мышками. Ну и вторая карта также для Маузов складывается замечательно. Я не ожидал, Зонтик, с такого, конечно, поджима на огло в последнем раунде. Вот так уверенно у нас играют игроки из команды Маус. Ну и что, будут ли пытаться выйти опять у нас на Б? Пока что есть один игрок еще. Мэджерс, прилетает Смок. И еще 20 секунд сюда выйти. Ну вот о чем я говорил. Не проверил, Донг. Неудобная позиция. Тут Броулон. Широ. Но там Броулон на клоу в позиции не позволит пройти. Я думаю, никак не выйти в этот кейф, когда вот так у тебя стоят два игрока. Хотя... Ну вот сейчас есть опыт прикрытия. Броулон погибает. Не стал его разменивать тиммейт. Понимал, что это риски. И... Жестко. Ксершан. Последний оплот обороны на Б-базе. Иксершан справляется. Выход будет все-таки под Б. Ой-ой-ой. Еще попадает в голову. 14 хп остается у Широ. Но Широ должен здесь погибать, конечно же. Очень красный. Выходит все-таки в сайт. Торзи с авиком. Ну что, 7 секунд. Надо ставить пачку. Плэнт будет установлен. Игрок один в кейве. Торзи с КТ. Пытается на себя стягивать внимание. Но... Ну и понимает, что очень близко прицел поставил. Все-таки не попадает по Широ. Но выживает. Тяжелая ситуация для Маус и команды Спирит. Важнейший килл. Торзи очень красный. Идет Юспом. И третий раунд. Спирит каким-то чудом забирают из ситуации 3 в 5. Обратный отсчет. 9-3. Вторая половина. Карта The Ancient. Вторая карта. Гранд финала. Пик Спирит. И Мауза пока впереди. И трехкратное преимущество после первой половины. Сразу пошел раскид от Маус. А Спирит четвером мидл. Занимают уже видели. Быстрые смоки у нас под Б. Выход резкий на Б от команды Маус. Опять везет. Как читают эту игру. Там никого нету. Спирит уже делали подобную пистолетку. И Маус решили попробовать. Чоппер. На клоус позиции. Пока никто не выходит. Но вот Джимхат остается. Будут ли вдвоем пикать. Ждет Зонтик Джимхата. Но да проверят ли. Ну тут тяжело. Тут еще и байтишу. Зонтик понимает, что тут игрок где-то еще и слева, справа. Очень тяжко такое выиграть. Да, Джимхат открывается. И не ретейкнуть, кажется. Кажется, не ретейкнуть. Да, без шансов абсолютно. Мауза забирает эту пистолетку. В пять в ноль. И кажется, что на второй карте у Спирит не остается шансов. Но сейчас уже 11. На Спирит ловим. И 1-0-2 на Маус у Бэтбума. Не хочешь поймать такой крафт 11? Все, я ловлю, ловлю. Есть Сэрса? Как же. Ладно, уже не ловлю. У нас падает Донг. Как же Маус хороши. Да, да и стреляют очень хорошо. Донг у нас 12 на 15. Пока что вроде бы Эншент, его карта. Ну а он один в миду играет. Ну и попытка вернуть как-то преимущество свое. Борис поджал рампут. Пытается найти какой-то килл. Но никто не подставляется. Чоппер понимает, что, наверное, есть игрок девятки. Сэрса, Бролонг. Но Мауза просто уничтожают сейчас своих оппонентов. 12-3. И кажется, что шансов больше не остается. У Спирит у них нет денег. У Маузов 8. Матч-поинтов. Мап-поинтов. Пока мап-поинтов. Подожди. Да, или даже... 9. 9. Я как-то неправильно посчитал. 9 мап-поинтов. И... Такое как будто не забирается. Браво, Мауз. Что еще сказать? Супер-быстрая вторая карта. Конечно, возможно, драконы еще поборются, да? На подсейдбу, конечно, эмочку. Будет очень тяжело. Тут уже выдвигаются все игроки из команды Мауз. Понимают, где он, например, находится. И надо как-то попытаться. Но тут просто мощный хэдшот сгалило прямо в голову. Это было сильно. Как и все киллы Мауз на этой карте. Но мне кажется, что Мауза все-таки больше как-то планирует, может быть, перезанять мидл. Дальше уже действовать в зависимости от ситуации. Я думаю, они знают, как тут можно разыграть ситуацию. Но тут Чопер неожиданная позиция. Забирает он одного игрока. Там все есть на размене один. Сержан. Шансы забрать. Что-то хэдшот. Тут еще и девяточка врывается на размене. Рампа. Мэджикс, подожди, двоих забрал. Широ попадает. Мэджикс. Еще один минус. И Спирит все-таки забирает этот раунд. 4-12. Но тоже верно. Бай в ноль от Мауз. Если с ним справиться, потенциальный выход уже на 7-12. Но кажется, что будет что-то очень быстрое. Ну, похоже, да. Становятся у нас на флешке игроки. Влетели уже гранаты. А там уже теряет половину здоровья Бролу. Ничего себе агрессия. Мэджикс. Без флешки нельзя так действовать. Но Спирит справился. Дальше размен. Чопер. Нужна подмога. Чопер один. Пока в сайте. Могут быть серьезные проблемы. И только одного врубает. 3-3. Падает Широ. Но есть еще Донг. В Киеве 2-2. Донг. Получает Молик. Сонтик светлый. Хаешка в сайт. Прострел от Донга по Бролу. Но и падает Торзи. Шестой есть. Но навязали серьезнейшую борьбу. Ну, остался Донг. Самый главный. Еще в Киеве смог разобраться с Плентом. Ну, да. Да, так и есть. Ну, хорошо, что три игрока у команды Спирит сейчас на точке Б. Там можно хорошо попытаться разменяться. Потом разыграть какой-то клатч. 2 в 1. Ну, посмотрим, как все случится. Там уже у нас погибает Чоппер. На стрейфе Брол он подловил Леню. И это 4 в 5. 20 секунд на таймере. Мэджикс. Но все-таки Донг и Борис падают. Ситуация у нас 3 в 2. Остается Зонтикс, Широ. И очень тяжелое будет выбивание. Потому что ВП у Широ очень немобильный. И только надежда, что Зонтикс тут у нас найдет какой-то халявный килл. Он его находит. Нашел, и это 2 в 2. Есть Молик, есть Хае, но в сайте никто не отыгрывает. Торзи падает. И к Сержану на 1 в 2. Он уже забирал такое. А у Широ появляется М-ка. В светлую уходит Сержан. Открывается. И Широ забирает этот раунд. Боже ты мой. Восьмой для Спирит. Но деньги будут. Ох. Спириты. Ни шагу назад. Да, тяжело. Но нужно каким-то образом здесь пытаться. Забирать все. Донг падает. И вот это серьезно. Что страшного? Такое бывает. Сейчас попытается Широ как-то поменять все. Ну и Чоппер у нас отыгрывает кейс. Идут на Широ. Прям в смог и Широ забирает все-таки у нас. И ситуация 4 в 4. Так, Сержан отвалился. Забрал Донга. И продолжать будут в численном равенстве. Коллективы. Минута 15 на таймере. Опять под B. На этот раз здесь всего лишь два игрока. Мэджикс. Китайцов Энгл какой-то занять. Видит ножку. Справляется с первым. Но дальше без шансов. Джимхат. Быстрый размен у нас есть. Джимхат понимает, что скорее всего справа. Брау где-то играет Чоппер. Забирает одного. Чоппер! Второй. Широ прикрывает. И вот девятый раунд. Брау, Чоппер! Бо парня спидвей забирать. Ну, правда, всего лишь тут у нас один игрок. Вчера Зонтикс говорил, приходил к Адрену на комьюнити-каст и говорил, что опорника тяжелая ситуация, потому что к тебе могут выйти один раз. И этот один раз может стать ключевым. У тебя нет права на ошибку. И вот сейчас Зонтикса будут проверять. Ну, урон уже есть. Ну и попытка выйти. Хорошая, неприятная проездка для Зонтикса. Попытки разменяться. Просто размены трясутые ситуации у нас. И Широ не попадает в Смок. Ставится уже пачка. Широ. Идет Темпл. Время работает на Маус. Три в три. Выбивание от Спирит. Сумеют ли они выбить этот сайт? Только-только подходит. Еще Чоппер. Ну и нужно действовать потихонечку. Ну, есть диффуза, есть там Смоки. Попытаются как-то сделать Широ. Надо найти вот этот фраг. Не увидел, не видит, не видит. Он Торзи. Идеальный угол. Торзи может похоронить. Сейчас Спирит. Торзи есть первый минус. Большинство для Маус. И времени очень мало. И кажется, что это уже конец. Мажет Широ. Гуд гель. Бел плейд на второй карте. На пихе Спирит. Маус также оказывает. Сильнее не получилось до конца реализовать этот камбэк. На 13-9. Долго еще. Да, 13-9. Практически смогли камбэк на Спирит. Если бы забирали этот раунд, скорее всего, там был бы 13-13. Так что, кто знает. Ну что, вот они коэффициенты, друзья. Ноут Бэтбума 1.78 на Спирит, 1.98 на Маус. Опять Спирит-фавориты. Но... Спирит всегда фавориты. Но тут уже Чоппер явно не фаворит. Погибает он с первой. Ну и ситуация 5-4. У нас... Донг в ответ. Он тоже в ответку дает ван-тап. Не хуже, не хуже был килл от Донга. Так. Забирают Зонтикса. Падает Широ. Донг разбирается с одним, но уже в спине Джимхат. И Мэджикс остается один против троих. Кажется, что пистолетка вновь за мышками. Все верно. Вроде бы перспективно все выглядело. Донг так раскручивался, как будто ему 17. Но он реально потел в этом раунде. Но чуть-чуть не повезло. Ну что ж. Буря будет сейвить. Ну смотри, я-я-я, все-таки залетает. Ну сейвить, я думаю, он не будет. Попытается как-то еще. Да-да, теперь пойдет. Поиграть в контр-страйк. А были ли киты где-то? Вот вопрос. Ну, может быть, у Чопера в КТ. Обычно такая вот расстановка киты в КТ. Но тут же раунд, конечно, не взять. Попытается еще кого-нибудь найти у нас. Борис ищет, идет. И тоже ставит хороший хэдшот. Но раунд уже, конечно же, не взять. 1-0. Моуза выходит вперед сразу же. И тут есть шанс тегнуть. Есть попадание. 12 хп остается у Торзи. Ну что ж, пока. Мидл отдают полностью спирит. И Донг! Казалось, что нет шансов выжить. Но ставят одну к Сершину в лицо. Замечает еще и Ладар. Но выжить здесь было нереально. 4 в 4. Будут продолжать. Бролун против Чопера. И Бролун. Чуть-чуть не повезло Чоперу. Там еще и фланг будет погибать. Сейчас Бролун будет выходить. Убивает у нас дефолт. Умирает у нас также Джангл. Остается зонтикс один. Но там два красных. Есть два красных игрока. Но против него почти что фулхоповый. Шуи забирают второй раунд. Копилка Музов. Да и третий будут забирать. Торзи. Будет распикивать потихонечку. Коннектор с авиком. Но Донг пропустил в окно. Это проблема. Там уже яма подходит. Сейчас у Чопера ситуация. Забирает у нас Бролуна. И... Интересная такая ситуация. Сейчас Донг может подставиться. Там и Широ погибает. Снайпер команды Спирит. Отлично действует Маус. Вся надежда на Капитана. Чопер. Есть два минуса. И оставляет команду в игре. Мэджикс и Зонтикс. Торзи. Какой фаскоп. И Мэджикс. Один против двоих. Будет пытаться. Да надо сейвить. Он это сам понимает. И хочется сходить. Попытаться выбить эту бомбу. Но нету диффузов. Нету смока. У тебя еще и АВП. Вроде бы надо подсейвить. Отдать Широ. Ну что ж. 4-0. Пока Маус. Хороши. Очень хороши. Ну тут да. Тут вопросов вообще нет. Только в пистолетке пока что повезло. Ну ладно. Там тоже просто все было идеально сделано по стрельбе. Ну тоже да. Идеально сделано по стрельбе. По таймингам. Не было каких-то пока знаешь киллов. Самаки. Что-то прыжок. От Зонтикса. Как на Вертига. Помнишь? Да-да-да. Было дело. Он подпрыгнул. Когда на него игроки выходили. Очень мало работы с ЛП как-то стало в этой игре. Гораздо меньше дача. Да. Вот CSGO. Мы уже middle пикнули. Ям поджали. У нас уже есть размена в коннекторе. Да он как обычно справляется с ЛП. Прыгает-прыгает на стерцах. Тут Торзи. Тут уже много ситуаций. Широ прикрывает. Убивает. У нас брона. Широ. Но не получается. Ой-ой-ой. Какой промах. Но все равно там. Джим Хат. Браво. Зим Хат забирает и прокрывает такие же взаимодействия у команды Маус. Ну будет непросто. Хотя экономика у Маус есть. Но не какая-то безумная. А вот стрельба. Невероятная стрельба. Как раз таки безумная у Маус. Выходят. Находят. Ой-ой-ой. Донг у нас. Нашу одного игрока. Еще красного оставляет. Джим Хата. Там пули закончились уже. Три в два ситуация. Опять у нас преимущество везде заработали Маус. Промутился Джим Хат. Приятный минус для фармилки. И бомба вроде бы там упала. Там, кстати, вышел один игрок на Б. Нет, бомба ставится на Б уже, да. А, да. Бомба на Б. Извиняюсь. И Торзи просто контролит Кичин. Побежит дальше. Не верит, что кто-то близко. Но есть информация по Торзи. Вот по Широ. Вроде бежит Шор. Там уже контролит. Широ. Выбирает у нас. Широ. А есть Мок. Есть Мок. И просто дефать. И просто дефать будет. Нету Дисусов. Широ меняет позицию резко. Боится за Шорт. Шуи. И все-таки берет Широ. Не знал, откуда пойдет последний противник. Промазал немножко Смок. И видно нервы, да? Вот когда такой Смок мажет. Просто правый. В эру, когда говорят, что Авик ослаб, Спирит решает играть в два ВП. Не, ну не то, что он прямо ослаб. Тяжело с ним двигаться. Вот опять у нас просто выходит Шорт. Вырубают с первой. У Зонтикса вообще пока игра не складывается. 0-8. Ну, выглядело без шансов. И до этого каждый раз так и вырубают. Да, да. Просто на широком выходит. Вырубают. У нас Донка подождали. Есть размен. Чоппер в этот раз Канайфер играл. Да, Чоппер Донк разменял. Ну и 3 в 4. Два Авика и одна М-ка в руках Спирит. Мэджикс отдает Смок. Ну и что, попытка выйти на Б будет? От команды Маус. Но тут уже Донк. Да, вдвоем готовы будут принимать Б-базу. Если найдет Донк минус Зиге, могут быть хорошие шансы. Ну, Зига должна играть вторым номером. Донк находит у нас Шуи. Ну и вроде бы есть преимущество у команды Team Spirit. Самое главное, чтобы промазать СВП. Флешка не ослепила. Мэджикс мажет. Но Донк попадает в голову первой же пули. Джимп Хату. 30 секунд. Дропается уже один игрок. С ковров. Это Бролан. И Бролан опять справляется с Донком. Есть информация по Мэджиксу. Подходит Шира. В шоке. Просто Маус сейчас думает, что за два ВП один в один. Мейн-снайперы коллективов постараются забрать раунд для своей команды. Шира и Торзи сейчас будут сражаться. Пачка стоит. Шира мажет. Шира мажет. И в ответочку сразу репик. А Торзи не промахивается. Гуд джоба. Стрельба. Наверное, лучше я и не припомню стрельбы. Чтобы вся команда вот так стреляла. Донк попытался сыграть агрессивно. Миддл. Опять Зонтикс. Одна. Одна Зонтиксу залетает. Просто без шансов. Ничего не получается. Как-то распикать. И Шира еще 31 хп остается. Даже смотришь на этот счет 0-10 и думаешь, а вот, ну, а кто бы по-другому здесь, кто бы с этим справится. Ему одна прилетает. Возможно, позиции как-то меняет. Под флешку надо делать. Обычно игроки шорт бегут, флешку вверх кидают и пикают. А Зонтикс как-то без флешки. Может, не хватает денег. Чоппер и Шира по киллу уже нашли. Три в три ситуация. И совершенно прекрасно знают, что Шира моментально разменял. Два в два. Есть информация у Маус по снайперу на оппонентов. Торзи контролит шорт, но Мэджикс пойдет через андер. Шира попадает по Торзи. Разбайтил на выстрел. Хае. Этот Хае будет упрыгивать Торзи. Тут еще и смог. Ну да. Еще и с юспапом. Еще коннектор замечает. Но Бролан промутился. Один в один. Где бомба? Бомба в коннекторе. Была у снайпера. 30 секунд. Бролан против Мэджикса. Но что ж. Вроде бы кривой смог попытается с другой стороны выйти. Он из смока. Понимает, понимает Борис, что на Б-базу, наверное, не успеет уже Бролан. Только если уже забрал бомбу. 10 секунд. Хотя можно было... Все, все, надо прятаться, куда-то КТ пушить. Понятное дело, что он где-то на бомбе. 8 секунд остается. Попытается поставить бомбу, но идеальная позиция. Мэджикс решил максимально пассивно сыграть здесь. Просто подождать. Подождать, отстояться. И второй раунд забирают спириты. Ну, посмотри, Широ пытается заряжать свою команду. Ну, что ж. Наконец-то мы увидим раунд на Б. Не самые лучшие девайсы. У команды Маус попытаются быстро выйти на Б. Вот у нас есть уже первый килл от Бориса. Ему налетает неприятный молотов. Еще урон. Там еще и сгорает зонтик. Или ему ван-тап опять дали. Опять ван-тап. Но Донг минус 2. Устается отойти. Можно сделать релоуд. Широ уже в китчине. Машет первый свой выстрел. Рассекретил. Но Донг. Есть килл по Торзе. Только так. Только так его кинули молотов. Донг не смог уйти. Ситуация 1 в 2. Джимпхат против Чопера и Широ. У Чопера только МПшка. И находится он в зиге. А где бомба? Бомба на руках у Джимпхата. Да, на руках. На руках. Попытается ее, наверное, уже скоро поставить. Понимает, что играют вместе. Что ж, 45 секунд. Джимпхат. Никуда не торопится. Очень аккуратно отыгрывает. Чопер начинает проходить зигу. Видит просто ухо Джимпхата. И это третий раунд для Спирит. А денег, между прочим, не так-то и много у Маус остается на ласт раунд. Но уже 8 в атаке. Это же отличный результат. Опять Донг у нас 3 клада на БМ. Так, а у нас уже есть минус от Донга на миду. Нет гана практически у Маус. Только скаут и пистолеты. Но и потенциально Спирит, конечно, должны на четвертый выйти. Донг со стерса. Пикает в виде двоих. Погибает. Хаешка залетела. Урон все равно внес. Ну, потеряли Донг. Не знаю, надо было ли кидать эту хаешку. Вроде бы разбирается у нас команда Team Spirit. Со своими оппонентами остается один Шуи красный. И Шуи уже уверенно вышел. По информации его убил. И сумели. После 7-1 выйти на 8-4. Спирит еще в игре. Опять нужна пистолетка. Но получится ли ее забрать, увидим после короткого ролика. С золберетами в яме. Донг спускается. Ой, я могу сейчас тайминг поймать. Я думаю, Донг у него уже выйдет. Но Донг будет выходить. И Торзи справляется. Донг падает. Большинство для Маус. Работал этот поджим. Причем Торзи соло поджимал так очень самоуверенно. Ну, без шансов. Да, Донг у нас падает. Четыром остаются у нас. Уже втроем. Уже втроем. Team Spirit. Ну, так же отвалился. Мэджикс пойдет под B. Знаешь, что где-то за бэксайтом есть игрок. Получает лицо на минус 60. И второй раз в лицо. Леталь на Широ. Один против пяти. Один в три. Он уже брал пистолеты на этом турнире. Но вот один в пять. Даже ему не подвластно. 9-4. Пистолетка за Маус. 5-1 по пистолетным раундам. И Муза. Ну, пока что просто залетаю из подвал. Такой смог. Нестандартно отыгрывает. Вот есть игрок за белым. Еще один игрок поджимает. Мидл. Шуи просто запрыгивая. Усправились к сершнам. Донг. Донг не понимает, куда ушел игрок. Там была информация, что был еще один на мидл. Пока Донг просто спалился. Топнул. И Бролан. И Шуи по минусу дают. Шуи закрывает еще и Широ. И Борис последний. И Шуи тоже падает на Б. Хотя попытался как-то узнать, как играет на Б игрок в данный момент. Знаешь, собрать дополнительную информацию. И шансов с каждой минутой все меньше и меньше. Залетают гранаты. Опять выключают Чопера. Вот-вот под флешки. Выбегаешь в шорт. И просто спокойно забираешь. Такого не было у команды Мспири. Тут выход на Б. Попытка. Зонтик падает. И даже в идти Б будет тяжело. Там Донг попытается как-то нашить смоки. Молотов откидывает. Но и там еще Широ погибает. И остается два игрока. Тут уже просто спина пришел на Шуи. Ну и Мэджекс. Да, он прошел по точке А. Но тиммейтов уже нет. Один в пять. Это двенадцатый раунд для Маус, друзья. И это восемь маппоинтов, матчпоинтов, чемпионшиппоинтов. Они близки как никогда к победе на Бэтбундаче. Но я думаю, что вот эта игра будет еще долго в кошмарах Зонтиксу сниться. Он будет просыпаться в поту и говорить, я опять вышел на мидл, и мне опять дали одну. Ну, плохо выходил на мидл, ну что я могу сказать. Ну вот Маус вышли на мидл, дали одну. Хотя бы как-то зацепиться. Да. И посмотрим. Там и... Тут Джим Хат. Джим Хат. Есть первый килл. Нашли у нас игроки. Team Spirit забрали шорт. Зонтикс забирается. Коннектор. Еще и Б падает. Два. Два. Четыре. Широ и Зонтикс. Каким-то чудом надо этот раунд забирать. Пачка уже ставится. Зонтикс ждет. Какой-то выпад из смока полетела. Кажется, флешка. Или только собирается накидывать. Классно проходит Зонтикс. Проверят ли его здесь. Широ находит. Минус по Джим Хату. Широ теряет много здоровья. Широ пытается как-то драться. 60 кп у него остается. Зонтикс. Есть также минус. Есть информация. Проверят. Классно проходит Широ. Зонтикс. И Зонтикс тоже падает. Друзья, это 13-14. Мауза. Невероятно. Выигрывают этот гранд-финал. Этот турнир забирают со счетом 3-0.